Проект «Всё начинается с семьи» задумывался сотрудниками Музея народной игрушки давно. Его цель – рассказать о талантливых семьях, показать взаимосвязь поколений. Выставочный проект представляет вторую семейную историю дочки-матери. На ней представлены работы семьи Пикулевых – мамы и дочки. Мои вязаные игрушки и работы моей дочери, Марии, они совсем разные. Надо сказать, что мои дочери вязать умеют, но не очень любят. Помнится, когда Маша была маленькая, лет шести, она пришла, попросила научить её вязать. Я показала ей, как вязать простейшие какие-то петли крючком, а она сказала, о попросе ничего нет. Точка Марии пока не вяжет, но зато любит рисовать. На выставке представлены её графические работы в технике коллажа и акварельными маркерами. Мария в этом году заканчивает школу, собирается стать журналистом. Посещает объединение «Летошка», пишет прозу. Поэтому многие её работы связаны с заметками, писательской деятельностью. Также девушка увлекается корейской поп-культурой, японской музыкой. И это тоже отражается в её творчестве. Интересно посмотреть, как совершенно разные наши с ней работы, тем не менее, сосуществуя в этой экспозиции, они как-то взаимодействуют. И всё равно какая-то связь наша с ней, эстетическая, семейная, духовная, всё какая-то, она присутствует. И мне кажется, это очень хорошо удалось сотрудникам музея отобразить в этой небольшой скромной экспозиции. Выставка творческих работ семьи Пикулевых «Дочки-матери» в рамках выставочного проекта «Всё начинается в семье» продлится до 29 июня. Также Музей народной игрушки приглашает саровчан посмотреть экспозицию со светлым днём Пасхи, на котором представлены народные и авторские куклы, роспись по дереву, композиции из глины, пасхальные открытки, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.